Переполнено почти на 70%. Последние несколько лет взрослая поликлиника номер 4 на Камышинской, 41, в буквальном смысле разрывается от количества посетителей. На данный момент к поликлинике прикреплено 129 тысяч человек. Но, как утверждает главный врач, реально за помощью обращается не менее 140 тысяч. Учреждение, построенное в советское время, не рассчитано на такое количество жителей. Да и персонала не хватает. Учреждение персонала в тысячах, это порядка 200 у нас врачей. Средний медицинский персонал, со средним здесь все хорошо. В основном в кадре, конечно, страдают от узких специалистов, лор, неврологи, оперингологи, митико-анкулаторные, извини, мы этот вопрос поднимаем постоянно. Решение о строительстве новой поликлиники принято. Она будет располагаться на улице Шигаева. По проекту это будет здание в 7 тысяч квадратных метров, к которому прикрепят не менее 30 тысяч жителей. Помимо врачебных участков, которых мы планируем не менее 10, соответственно, это функциональная диагностика, это узкие специалисты, это, разумеется, одинокит. На строительство здания региону выделят крупный инфраструктурный кредит 800 миллионов рублей. Подтверждение уже получено от федерального правительства. Получить кредит помогли депутаты Госдумы, Гордумы и парламента. Они собрали более 5000 обращений жителей с просьбой построить новый медцентр. А чтобы сделать пребывание людей комфортным, в 4-й поликлинике также продолжают капремонт с заменой всех коммуникаций. Оборудование частично приобретено. Мы очень ждем, что в ближайшее время будут закуплены ультразвуковые аппараты, маммограф, эндоскопические. У нас уже установлен бронхоскоп, мы проводим бронхоскопии, полоноскоп. То есть эндоскопической аппаратуры закупили много для того, чтобы поликлиника выполняла все виды эндоскопических исследований. Электрокардиографические аппараты. То есть мы оборудование сейчас закупаем очень активно. Ранее людей приходилось направлять в другие поликлиники, так как была большая очередь на разные виды исследований. Сейчас все диагностические кабинеты работают в две смены. А в следующих годах обновления коснутся подразделений учреждения поликлинического отделения номер один и Центра охраны здоровья женщин. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.